Сегодня мы с вами встретились, чтобы завершить начатый еще в августе текущего года очень важный разговор по вопросам образования в Беларуси. Напомню, что тогда в ходе обсуждений мной была поставлена администрацией президента и Минобразованию одна конкретная задача – дополнительно проработать изложенные в обновленных кодексе об образовании и правилах приема подходы к организации итоговой аттестации за курс средней школы и проведению вступительной кампании в ВУЗы. Мы взяли паузу, чтобы серьезно обдумать, правильно ли поступаем, отвечают ли наши подходы и в какой мере моему ключевому требованию – увидеть каждого абитуриента. Но при этом они должны обеспечить справедливые отношения и создать равные возможности для получения образования в высших учебных заведений для всех поступающих. Эти самые правила и подходы. Знаю, что в Министерстве образования и параллельно администрации президента проводились общественные обсуждения, опрос педагогов, родителей, всех заинтересованных. Очень важно, чтобы этот опрос, его результаты не подгонялись под ваше мнение. Словом, как мне докладывают, работа была масштабная, поэтому хотелось бы услышать о готовности системы образования местных органов власти вузов к предполагаемым новым введениям. Все ли сделано, чтобы запустить новый механизм, как министр тут предусматривает, с 2023 года? И есть ли вообще какие-то проблемы в связи с этим? Но больше всего меня интересуют, насколько оптимальны эти подходы в текущий момент. Это вопрос главе администрации. Какие дают преимущества для системы образования и страны в будущем? Не несут ли они потенциальных проблем? Вы должны были проанализировать все риски и преимущества новых правил с учетом общественного мнения. Доложите. Еще раз обращаю внимание присутствующих на поднятые вопросы непосредственно. Касаются наших людей, мы не должны своими решениями никого потерять, ну и, не дай бог, кого-то оттолкнуть. Наша задача как государство обеспечить, подчеркну, нашей молодежи наиболее широкие возможности для профессионального становления и развития в нашей стране. Тех, кто ищет сиротского хлеба за границей, мы сегодня о них говорить не будем. При этом вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей или удачным стечением обстоятельств для отдельных абитуриентов. Если есть какие-то сомнения в принимаемых решениях и видите потенциальные проблемы, говорите. Времени у нас вообще нет. Времени не осталось. Здесь и сейчас нам нужно сформулировать механизм работы сферы образования на перспективу. Постоянное реформирование и совершенствование после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены. Ну, кроме учебников, которые вы будете совершенствовать, реформировать, новые писать, старые модернизировать. Вообще, это уже возмущает наших людей. И менять правила игры постоянно нельзя. Давайте, наконец, поставим точку в этом затянувшемся разговоре и начнем кропотливую работу. Продолжение следует...